Начали заяца хозяином леса. И вот он начал править. Подходит к лисе и говорит. Лиса, откуда у тебя такая шуба? Лиса отвечает. Заяц, ты чё, я в ней всегда хожу. Заяц продолжает. Ладно, полезай в бобик, в участке разберёмся. Идёт дальше, видит медведя. Тот же вопрос, тот же ответ. В итоге медведь и лиса сидят в бобике и заходит гусь, весь общипанный, облезлый. Я не давая его расспрашивать за что, а он и говорит. Да заяц с ума сошёл, прикопался на какие деньги я на юг летаю. Мужик жалуется другу. Как на жену первый раз залезу, так меня в жар бросает. А как второй раз залезу, так в холод. Жена комментирует из другой комнаты. Вот так и живём, один раз летом и один раз зимой. Приходит в полицию мужик, заявляет. Жена у меня пропала. Дежурный уточняет. И давно, мужик продолжает. Ну, неделю назад. Полицейский недоумённо. Что же ты только сейчас пришёл? Мужик? Да так, погудел маленько с друзьями от радости. Встретились два друга. Первый спрашивает. А если я убью инопланетянина, меня посадят? Второй подумал и отвечает. Ага, сразу в психушку. Сидит корова на берегу реки, рыбу велосипедом ловит. Мимо лошадь проплывает и спрашивает. Корова, который час? Корова отвечает. Понедельник. Лошадь. Ого. Скоро зима. Блондинка в панике звонит диспетчеру. Алло, такси. Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета. В ответ слышит. Девушка, вас уже полчаса ожидает апельсинего цвета. Наркоман подходит к таксисту и спрашивает. Мужик, ты свободен? Водитель кивает. Да. Нарик продолжает. Потанцуем. Урок сексуального воспитания. Учительница рассказывает. Дети, мы начинаем изучать интересный предмет. Очень скоро в нашем классе мальчики заинтересуются девочками. А девочки мальчиками. Вовочка выкрикивает с места. Мария Ивановна, а можно те, кто уже занимался сексом, пойдут играть в футбол? Муж общается с женой. Жена говорит. Дорогой, вот здесь мы повесим полочки. Тут будем обедать, а тут будет спальня. Муж отвечает. Послушай, дорогая, давай без этого. Нам всего 15 суток дали, а не пожизненные.